Здравствуйте, уважаемые родители! Продолжаем разговор об иммунитете. И сегодня мы, наконец-то, для многих ожидаемо, поговорим о том, как же иммунитет повышать. Скажу сразу, что, как, впрочем, в любом деле касаемо ребенка, нужно запастись терпением. И нужно, нет такого, что вот раз, по мгновению волшебной палочки, иммунитет поднялся, ребенок окреп и перестал болеть. Это труд, и это требует постоянных, ежедневных занятий с вашим ребенком. Итак, первое мероприятие, которое можно осуществлять практически с новорожденного возраста, это закаливание. Закаливание – система мероприятий, направленных на повышение иммунитета у ребенка. И если малыш родился здоровым, ну, с точки зрения вот его физического состояния, то закаливающие процедуры нужно начинать практически с раннего возраста. Первыми шагами для укрепления иммунитета может стать ежедневное растирание тела влажной губкой или влажной мочалкой и обливание ножек прохладной водой перед сном. Но, учтите следующее, температура воды, при которой вы начинаете процедуру, должна быть не менее 36 градусов. В дальнейшем вы снижаете эту температуру на градус в неделю, не сильнее. Ни в коем случае нельзя форсировать процедуру закаливания, потому что ребенок очень быстро заболеет, и вам придется сворачивать всю вашу систему. Кроме того, малыша можно оставлять при соответствующей температуре воздуха не менее 24 градусов, оставлять на какое-то время, небольшое время. Голенький, осуществляя определенные виды массажа, не обязательно должен быть лечебный, поглаживание, растирание, то есть улучшение кровотока. Постепенно температуру, которую вы обливаете, обтираете ребенка, можно снижать максимально до температуры плюс 18, не более. Ни в коем случае не переходите на такие методы лжезакаливания, как моржевание, обливание холодной водой, протирание холодной водой, действительно низкой температуры. Это все вызовет совершенно обратную реакцию. Это вызовет состояние стресса ребенка, и будут страдать его органы, желез внутренней секреции эндокринной системы. Это приведет не к улучшению иммунитета, а к развитию тяжелых хронических заболеваний в дальнейшем. Поэтому все должно быть предельно аккуратно, предельно медленно и предельно постоянно. Если по каким-то ситуациям ребенок заболевает или вы прекращаете процедуры закаливания, вы через какое-то время, выждав, когда он поправится, минимум недели две, начинаете все сначала. То есть температура 36, и дальше снижаете, как мы уже говорили. Очень хорошая закаливающая процедура, которая можно применять уже с возраста, скажем, год. А если ребенок пошел раньше, то и раньше. Так называемый морской пляж. Не надо переживать, что в вашем регионе нет моря, и вы не можете туда ходить. На самом деле все гораздо проще. Значит, морские округлые камешки. Где их взять? В зоомагазине ими выкладывают и продают для аквариума. Так вот, не надо аквариума, купите эти камешки, облейте камешки раствором теплой кипяченой воды, солью. Причем соль лучше морская, если морской соли в ваших регионах и в магазинах не продается. Значит, просто крупную поваренную соль растворите в воде, облейте эти камешки. Можете добавить в вот этот водный раствор капельку уксуса. И босиком по этим камешкам в течение 3-5 минут ребенок с удовольствием будет бегать. Это, с одной стороны, процедура закаливающая, с другой стороны, воздействие на биологически активные точки стопы. То есть, своего рода рефлексотерапия, которая не только усиливает иммунитет, но и воздействует на определенные хронические заболевания. Даже если, как говорится, не дай бог, они существуют. Значит, когда ребенок становится постарше, вы начинаете определенную гимнастику, утреннюю гимнастику. Понятно, что если вы будете лежать на диване и заставлять ребенка делать что-то, он не будет делать. Поэтому делать придется вам вместе с вашим малышом. Практически с трехлетнего возраста дети прекрасно подражают родителям, занимаясь утром. Гимнастика не надо долго, не надо сложно. Простые легкие движения, поднятие рук, повороты, приседания вместе с мамой в хорошо проветриваемом помещении. В идеале на свежем воздухе, на земле. Если есть такая возможность, должны быть ежедневные. Нет выходных, нет праздников, нет каких-то там тяжелых, ленивых дней. Ежедневное занятие с ребенком позволит вам вырастить ребенка совершенно здоровым. Дальше, в рационе вашего малыша должен быть полноценный набор витаминов и микроэлементов. У нас с вами было занятие, была лекция по поводу, где что содержится в плане витаминов. Я очень быстренько повторюсь, скажу вам, напомню, те витамины и те микроэлементы, которые должны быть в рационе и, соответственно, продукты, где они максимально находятся. Понятно, что это не значит, что должно быть каждый день все это. Но в течение недельного рациона ребенка, по возможности, если нет аллергии, каких-то других противопоказаний в рационе ребенка, это должно быть. Итак, витамин А – морковь, капуста, печень, молоко, яичный желток. Витамин С – аскорбиновая кислота. Цитрусовая, шиповник, квашеная капуста, черная смородина. Витамин Е – растительное масло. Кстати, не надо там, где можно использовать растительное масло, надо использовать сливочное. Допустим, там какой-нибудь гарнир. Не надо добавлять сливочное масло. Добавьте растительное, будет гораздо полезнее. Итак, витамин Е – растительное масло, капуста, брокколи. Витамины группы В – В1, В2, В6, В12. Бобовые, свекла, зеленый горошек, гречка, творог, яичный желток, говяжье мясо. Витамин Д – молоко, морская рыба, калий. Цитрусовые, бобовые, огурцы, редис, изюм, курага. Магний – грецкие орехи, тыква, соя, огородная зелень. Медь – греча, гречка, гречневая крупа. Сладкий перец, картофель, помидоры, цинк, подсолнечник, семечки, грецкие орехи, мясо. Основные крупы – гречневая, пшено, яичневая. Йод – морепродукты, рыба, свекла, зеленый горошек. Вот эти основные элементы должны, и, соответственно, продукты, должны обязательно быть в рационе ребенка. Надо знать следующее. В формировании иммунной системы ребенка существует несколько критических периодов, когда иммунитет как бы вот на грани и достаточно легко ломается. Итак, первый период – от рождения до 28 дней жизни ребенка. Иммунная система подавлена, поэтому малыши очень восприимчивы. Не надо в этот период приглашать гостей, демонстрировать всем вашего новорожденного, радоваться всем дружно, какой у вас хороший малыш. Риск заболевания очень большой. Второй период – с третьего по шестой месяц жизни. Разрушаются материнские антитела, проникновение микробов уже пошло активно, свой иммунитет у ребенка еще не полноценно не выработался, соответственно, меняется система кормления ребенка, расширяется, добавляются новые продукты и, соответственно, появляется риск заболевания кишечными инфекциями и заболеваниями органов дыхания. Следующий период – второй-третий год жизни. Резко повышается контакт с окружающей средой. Система иммунитета еще полностью не сформировалась. Появляются новые иммуноглобулины у ребенка самостоятельные, но еще не полноценно, и дети очень чувствительны к чужеродным вирусам и бактериям. Следующий период – 6-7 лет. Максимально вырастают иммуноглобулины, которые отвечают за аллергическую реакцию, а именно иммуноглобулин Е. В этот период у ребенка, соответственно, повышается частота аллергических заболеваний. Следующий период – подростковый возраст. Гормональная перестройка организма. Свой иммунитет подвергается различным стрессам со стороны желез внутренней секреции самого организма. И в этот период дети, если дети начинают часто болеть, не надо рассматривать эту ситуацию как сбой иммунитета. Если ребенок болеет часто, но и сильно, и быстро выздоравливает, то это нормальная реакция организма, иммунитет приспосабливается, как бы, вот, переходит во взрослое состояние. Поэтому здесь не надо принимать никаких специальных мер. Нужно просто дать возможность подростку этот период пережить. Он пройдет достаточно быстро. На следующей нашей встрече, во время следующей нашей встречи, может быть, приготовьтесь записывать. Я вам буду рекомендовать различные рецепты, которые помогут вам в разных периодах поддержать иммунитет вашего ребенка. А сегодня мы с вами прощаемся. До новых встреч. До свидания. Берегите себя.